Когда ты постоянно напряжён, твой аккумулятор высаживается и к обеду сил нет, ты думаешь, фу, тяжёлый день, наверное, ретроградный мир будет. Это он. Это не он, это ты. Это ты сам, сама, своими неправильными позами, которые воруют у тебя энергию, дефицитными состояниями, которые создают токсичную атмосферу, с тобой не хотят общаться, загружаешь свою жизнь. Причём сам того не понимая. И честно недоумеваешь, я же психолог, я работаю с собой, с внутренними состояниями, ну как же так? Да потому что кроме содержания есть форма. Это как инь и ян. И вот форма ян, то, что проявлено, именно оно диктует ощущение инь. Хороший психолог лично для меня отличается от плохого только самой одной главной вещью. меняется ли форма его клиента. Если форма клиента не меняется, не меняется его паттерн на движение, тогда вы поменяли на время его внутреннее, а внешнее не поменяли. И тогда зачем вы это делаете? И человек приходит, получает минимальную подпитку, даже мотивацию, но форма не меняется. Хороший психолог добивается через влияние на внутреннее, внешнее воспоминение. И таким, безусловно, надо работать и помогать с людьми. Мы работаем снаружи. Я не разбираюсь, почему. Я не лезу в прошлое глубоко. Меня интересуют рэперные точки. Где-то и когда-то человек выбрал быть дефицитным, где-то и когда-то он выбрал избегать, быть в несовершённых позах, быть перегруженным. Часто это приходит от родителей. Но у вас есть возможность. Вы можете себя. Вообще, мне часто задают вопрос, а как же быть? Надо представляться, напрягаться. Есть такое выражение, fake it until you make it. Притворяйся до тех пор, пока не получится. Меняя форму, мы меняем содержание. Равно как меняя содержание, мы меняем форму. Но меняем форму быстро. Изменить форму можно практически за 2-3 дня. Можно привести это в пивочку. Какие-то простые вещи. А если вы это применяете постоянно в своей жизни, жизнь становится легче и проще. И вот вы раньше не могли добиться, а применять кинетику можете, причём легко.